Соник Адвенчер Оригинал в стиме выглядит вот так. Спасибо, Сега. Если вы тоже хотите поиграть на нормальном разрешении и с улучшениями, то в конце видео я объясню, как накатить моды. А теперь перейдем к самой игре, и тут сразу бросается в глаза аж 6 персонажей, плюс супер сырник. У каждого из них разный геймплей. Некоторые персонажи не сильно отличаются, например, Эмми и Гамма, но за всех остальных играть прикольно, особенно за кота Бига. Рыбалка в игре реально крутая. Самый крутой геймплей в игре, конечно же, за Соника, за которого вы можете играть сразу и не переключаться на других персов, если вы того не хотите. Привет, второй адвенчер. Все уровни за Соника построены на одной важной механике, о которой забыли после второго адвенчера, а именно на моментуме, или же инерции и наборе скорости. Это то, из-за чего вы мчитесь на полный и продолжаете набирать скорость. И это, как выглядит, так и чувствуется очень круто и динамично. Уровни, благодаря пролетам камеры, петлям, музыке и геймдизайну, идеально передают чувство скорости из 2D Соников. Ведь первый Соник Адвенчер, по сути, является адаптацией 2D Соников. Уровней за Соника предостаточно, поэтому вы успеете насладиться всем. Единственное, что в игре кардинально не меняется уже давно, это сюжет. Вы в лице Соника встречаете на улице страшного гомункула, именуемого Хаус. Если он соберет все семь изумрудов, он станет громадным гомункулом. Все. Дальше за шесть персонажей вам раскроют некоторые детали сюжета, но в принципе все. И, если честно, во время игры я заметил очень странную деталь. Она невероятно похожа на Марио 64. Надеюсь, меня за такое сравнение не прибьют. Но это мне прям сильно бросалось в глаза. Теперь перейдем к самому главному вопросу. Какой Адвенчер лучше? Первый или второй? Мой ответ таков. Это две абсолютно не похожие на друг друга игры. Если в первом Адвенчере куда больше платформинга, то во втором Адвенчере самый лучший геймплей за Соника. И она не так сильно устарела в плане геймдизайна. Но я бы советовал все-таки начать с первого Адвенчера. И чтобы вам в этом помочь, я расскажу как установить сборку модов, для того чтобы игра выглядела и игралась лучше. Сперва перейдите по ссылке в описании и скачайте установщик. Далее укажите где находится папка с игрой и затем выбирайте какую версию игры вы хотите. Рекомендую брать улучшенную версию с Дримкаста. Она как по мне больше всего похожа на оригинал и не теряет геймплейных качеств Дримкаста. Теперь при запуске игры у вас будет совершенно другое меню с полной настройки всего что есть в сборке. Там уже все выставлено автоматически, поэтому лучше ничего не трогать. Если у вас возникли проблемы на каких-то этапах, то я оставлю ссылку на стимовское руководство по установке. И все, приятной игры. Поверьте мне, это намного лучше чем стимовская версия. Теперь небольшое обращение для тех, кто досмотрел до этого момента. Как вы знаете, если я отсутствую и видео не выходят на канале, то это не значит, что мне лень или я умер. Это значит, что я сосредоточен на производстве анимации или масштабного видео. Знаю, что анимация возможно далеко не всем нравится, но для меня это очень важно. Поэтому прошу вас, вы не пожалеете о том, что увидите. Ведь эта анимация будет последней и завершает мою трилогию как логически, так и сюжетно. И еще не забывайте про мой второй канал. Там сейчас куча видео, которые я наснимал. Они, как по мне, очень качественные. И еще, если написать в комментариях к этому видео об обуспреди бебра уйди пять раз, то на втором канале выйдет энтинг для СБР. Но это только слухи, но вы можете это проверить. Ну и на этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Хорошей игры, бро. Субтитры сделал DimaTorzok